Фыр-фыр, моя волшебная! Добро пожаловать на канал! Началась неделя Самайна. И я тут помимо правил Розы нашла еще вот такую вот игру, называется Один день в Лондоне. Позиционируется как хоррор. Это визуальная новелла. Читать будем долго, много и мучительно. Тут пять глав. Не знаю, как долго они вообще, в принципе, все будут длиться. Но мы посмотрим. Давайте начнем. Моя история началась здесь, на одной из мрачных улочек старого Лондона, осенним вечером 1888 года. Впрочем, можно сказать, что я с раннего возраста чувствовал свою причастность к чему-то большему, чему-то, что я не в силах был осознать. Мне снились удивительные, странные и страшные сны. Какие я чувствовал это, не сняться обычным людям. В то время увлечение оккультными науками было модным среди образованной молодежи. Я, студент второго курса Лондонского университета, не избежал этой участи. Мы с упоением зачитывались трудами мистиков и алхимиков. Казалось, будто мы открываем мир, который пытались скрыть от нас учителя. Мы были юны и самоуверены, и не представляли себе, куда может привести эта тропинка. В тот вечер мои сокурсники решили провести обряд в одном из заброшенных домов старого квартала. Мы с моим старым товарищем решили присоединиться к этому эксперименту. Моего товарища звали Гарри. Бывший армейский офицер, он был старше и опытнее меня, но мы удивительно легко нашли общий язык. Он был умен и саркастичен, и в отличие от меня с иронией относился к оккультизму, объясняя все сверхъестественные явления игрой воображения и крепким алкоголем. Мы блуждали в мрачном лабиринте старого квартала добрых полчаса. Наконец, мои спутники нашли нужный дом. Оглядываясь, словно воры, мы поспешили зайти внутрь. Должно заметить, что у Гарри очень модная прическа для 1888 года. Итак, день первый в воскресенье. Рассокшиеся половицы громко скрипели, когда мы поднимались по лестнице старого заброшенного дома. Пыль витала в воздухе. Мне было тяжело дышать. Вначале мне казалось, что всему виной вездесущая грязь, но потом я понял. Мое дыхание сковал страх. Стук моего сердца гулко отдавался в ушах. Меня не покидало чувство, что совсем скоро должно было случиться что-то непоправимое. Джереми, это похоже мы. Похоже на Дориана Грея. До сегодняшней ночи я не знала, что в доме может быть столько пыли. Что, не привык мирской грязи, Джереми? Напомни как-нибудь сводить тебя в ближайший рабочий дом. Просто для расширения кругозора. Джентльмены, пожалуйста, отнесите к происходящему серьезно. То, что мы сейчас делаем, эпохальное событие. Нарисовать мелом несколько каракуль по полу и торжественно прочитать вслух пару-тройку скабрезных стишков на латыни теперь является эпохальным событием. Что такое скабрезное? Джереми, нам следует уведомить королевское общество. Судя по всему, большой словарь английского языка требует корректировок. Что? Да как у тебя язык повернулся? Господа, вы выбрали неподходящее время для ссоры. У нас осталось не так много времени близится полночь. Ага, ну тут, короче, еще и с выбором. Ну ладно. Так, согласен, мы пришли сюда с определенной целью. Давайте ее придерживаться. Честно говоря, я уже не уверена, что хочу в этом участвовать. Действительно, в словаре видны явные нестыковки. Заедем в королевское общество на обратном пути. Ну, короче, быть серьезным, сомневающимся, либо, типа, отшутиться от этого всего. Ну, давайте немножко посерьезничаем. Рад, что хоть кто-то здесь наделен здравым мыслом, смыслом, мыслом общества, друг мой. Всегда готовы дать бесплатный совет тому, кто в этом нуждается. Ох, хорошо, давайте продолжать. Мы все подготовим правильно. Мальком, ты уверен, что это безопасно? Ну, блин. Кто? Вот это Мальком, да? Ну, давайте так, немножко побоимся. Тебе нечем бояться, Джереми. Смотри, видишь эти руны? Они защищат... Защищат? Защитят нас от любого духа. Осталось только зажать свечи. Возьми спички и помоги мне. Ладно, а где они? Что, никто из вас не взял с собой спички? Это же была твоя идея, Малька. Я думала, ты принесешь все необходимое. Я... Ну что, великие демонологи о таких мерзких мелочах не помнят? Я вот не великий демонолог, у меня спички есть. Держи, Джереми. Ага. Гарри дал вам спички, заргите свечи. Ой, ну тут прям интерактивка-интерактивка. А это что такое? А, это меню какое-то, да? Ну ок. Давайте сожгем свечи. У меня курсор будет прикольный. Готово. Теперь даже если призванный дух попробует проявить агрессию, ты хотел сказать, если ты призовешь дух, и он проявит агрессию? Нет, Гарри, я сказал то, что хотел сказать. Когда мы призовем дух, и если он проявит агрессию, Руны не дадут ему выбраться. Ну и если ты так говоришь... Не дрейв, Джереми, все пройдет просто отлично. Вы исполните пару песен, станцуете кан-кан, ничего не произойдет, и мы отправимся в ближайший папа. Ну такой скептик. Идеальное развитие событий, на мой взгляд. Джереми, если этот остряк скажет еще одно слово о моем ремесле, клянусь я мальком, соберись. Полночь вот-вот начнется, нам надо начинать сейчас же. Да, ну справа, Джереми, вставай в круг, мы начинаем. Чуть-чуть шуршит такое. Что? Кто? Что происходит? Кто здесь? Я здесь. Сойдет, если ты надеешься, что вы сейчас призовете какую-нибудь мазливую леди. Не отвлекайтесь от ритуала. Что-то откликнулось, нам надо продолжать. Ритуал неправильно. Что? Я не понимаю тебя, кто ты? Джереми, с кем ты разговариваешь? Могу исправить, я помогу. Нарисуйте знаки, которые покажут вам демон. Окей, сейчас и мы кого-нибудь сейчас призовем. Давай. Че, неправильно-то? Ну такой себе круг, конечно, получился. Ты смог. Смог? Что смог? Где я? Что происходит? Теперь мы вместе. Как это вместе? О чем ты говоришь? Ну вот, доигрались. Нет, прекрати. Боже, милостиво, не надо. Не трогай меня. Я не знаю, как его перевозить. А-а-а. Что произошло? Я умер? Похоже на то, что я умер. Тут темно и холодно и пахнет пылью. Давай, я знаю, ты слишком упрям, чтобы уйти вот так. Давай, очнись. Гарри. О, я смотрю, наш припадочный принц решил вернуться в мир смертных. С возвращением, милорд. Первое, что я вижу при пробуждении, рожа Гарри. Похоже, я все-таки умер и попал в ад. Что произошло? Где остальные? Ну, беспокоиться? Да ну, мы не такие. Мы не особо беспокойные люди, так что отшутимся. Ха-ха, отличная шутка, Джерми. В мгновенье я действительно подумал, что ты решила умереть, и у меня на руках. Ну уж нет. Такого удовольствия я тебе не доставлю. Тем не менее, все прошло не совсем так, как я планировал. Планировал? Гарри, что ты имеешь в виду? Как бы так тебе объяснить? Ну, смотри. Нет, сегодня явно не мой день. Я правда не знаю, как рассказать тебе обо всем этом в двух словах, Джерми. Ты ведь не думаешь, что я позволю тебе уйти, не дав ответов? Я бы удивился, если бы ты позволил мне это сделать, Джерми. Даю тебе слово офицера, и совсем скоро ты получишь ответы на все свои вопросы. Мальком и его пассия сбежали сразу же, как ты потерял сознание. Мальком, парень мудрый. Ты сам видел, плохого не посоветует. Поэтому мы и последуем его примеру. Мрачный силуэт заброшенного особняка остался за нашими спинами. Мы шли быстро, будто спеша оказаться как можно дальше от места ритуала. Гарри шутил, вспомнил Малькельма и его халат, и смеялся, как мне казалось, нарочито громко. Но я его почти не слушал. Голова кружилась, горло подкатывала легкая тошнота. То существо, которое мы призвали, которое говорил со мной. Гарри может сыпать остротами, сколько считает нужным, но я знаю, что я видел. Предчувствие, беспокоившее меня перед ритуалом, превратилось в уверенность. Моя жизнь после этой ночи изменится навсегда. Ну, понятное дело. Так, меня это должно было напугать, или что мне нужно было сделать? Честно, пока хоррором даже не пахнет. Ну, чисто просто визуальная новелла. Я видала, у нас визуальные новеллы пострашнее. Ну, может все же разгонится, не знаю. Так, день второй понедельник. Всю ночь меня мучили кошмары. Незнакомая мне женщина терзала тела людей. Заливаясь безумным смехом, как капли крови оставляли длинные розчерки на обшарпанных стенах, срывая из салых костей монстров женском обличье. В самом конце чудовище обернулось и взглянуло на меня черными провальными глазами. Ужас переполнил меня. Я закричал и проснулся. Перед глазами плыли круги. Голова раскалывалась. Незнакомые пугающие голоса тихим шепотом вторглись в мое сознание. Что-то случилось. Я чувствовала это каждая частичка моего тела. Весь следующий день я ждала лишь встречи с Гарри. Наконец мой друг появился на пороге. Уильям, давно не виделись. Как поживаете? Добрый вечер, мистер Фишер. Не могу пожаловаться. Замечательно. Не желаете ли чаю? К сожалению, я не смогу задержаться. У нас с Джереми много дел. Мы отправимся сразу же, как он спустится. Гарри, добрый вечер. А вот и он. О, Джереми, ты в порядке? Ты бледен как смерть. Я в порядке. Спасибо за беспокойство. Полагаю, Кэп уже ждет. Я, скажем так, не очень хорошо спал. Ничего серьезного. Мне всю ночь снился кошмар, Гарри. Чувствую себя отвратительно. Ну, раз Гарри, ну, как бы наш друг, а дворецкий наш дворецкий, то давайте уж правду скажем. Сэр, вам не здоровиться? Я могу послать за доктором. Не думаю, что это необходимо, Вильям. Иногда плохой сон, просто плохой сон. Как бы то ни было, Кэп ждет нас у ворот. Мы отправимся, как только ты будешь готов. Окей. Сэр, как я полагаю, вы покидаете особняк? Судя по всему, именно так, Вильям. Куда вы отправляетесь? К какому часу мне распорядиться подача ужина? Замечательные вопросы, Вильям. Я бы и сам хотела знать ответы на них. Сэр, позвольте мне уточнить. Вы отправляетесь неизвестно куда и неизвестно, когда вернетесь? Да, получается, что так. Я распоряжусь, чтобы Харк приготовил что-нибудь, не требующее повторного разогрева. Спасибо, Вильям. Сэндвичи сойдут. Джереми, ты готовь выдвигаться. У нас сегодня много дел. Было бы здорово узнать, куда конкретно мы направляемся к Гарри. Туда, где ты получишь обещанные мной ответы. В той грации, с которой ты уходишь от ответов, позавидует любая балерина Гарри. Спасибо, я практикуюсь по 45 минут каждый день перед сном. Джереми, нам предстоит серьезный разговор, и это касается не только нас с тобой. Так что, пожалуйста, доверься мне. С каждым разом это звучит все более подозрительно, знаешь ли. Так, ну, видимо, все мы тут сделали. Очень сильно не хватает интерактивных точек, ну, подсвечивающихся хотя бы. А то... А, и все, да? Ну, наверное, тут их не будет. Прибыли. Вибрайся из Кэба, Джереми. Мы на месте. Эффектное здание, Гарри. Но что мы здесь делаем? Я ожидала, что мы поедем... Что, думал, мы с тобой отправимся в какую-нибудь церковь или в лесное капище за городом? Оставь дешевые декорации бульварным актерам, Джереми. Реальность значительно скучнее, чем тебе того хочется. Я могу охарактеризовать события вчерашнего вечера множество эпитетов, но слово «скучное» вряд ли будет среди них. В таком случае пройдет много времени, прежде чем тебе предстоит шанс заскучать снова. А теперь давай войдем внутрь. Мы и так слишком долго простояли на пороге. Я уже не говорю о том, что наш разговор все больше начинает упоминать неудачную пародию на произведение Льюиса Кэрролла. Такое произведение из Льюиса Кэрролла вы напоминаете. Вы ни один, ни другой не похож на Алису. Алиса с усами. Джереми, добро пожаловать в клуб Паладин. Место, где просвещенные джентльмены Лондона делятся знаниями о тайных науках. Великолепное место, Гарри. Те два джентльмена, что прямо сейчас играют в покер у тебя за спиной, таким образом делятся знаниями, я полагаю. Не моя вина, что некоторые члены клуба – юный лоботряс из аристократического рода. Если они предпочитают находиться здесь с утками напролет, играя в покер за бокалом Брэнди, не мне решать правильно это или нет? Понимаю. Тем не менее, что же теперь, Гарри? Ты обещал мне ответы на мои вопросы, если я поеду с тобой. Что еще мне сделать, чтобы получить их? Во-первых, перестать разглядывать нашего африканского швейца, но это просто невежливо. Во-вторых, ничего. Верхушка ордена собирается в неочередное заседание прямо сейчас. Ордена? Какого еще ордена? Что еще ты забыл мне рассказать, Гарри? Терпение красит джентльмен от Джереми. Не волнуйся. Сейчас мы пройдем в зал, и ты сможешь задать все волнующие тебя вопросы. Как же тут тихо. Эти люди за столом и есть верхушка ордена. А Гарри еще и смеялся над матьем Малькольма. Кто эта леди в дальнем углу? Мне не нравится, как она на меня смотрит. Леди джентльмены, спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Советник. Если верить нашему отчету, серьезная ситуация не терпит отлагательств, мистер Фишер. Я полагаю, вы и есть причина сегодняшнего созыва, мистер Полтер. Мистер Джереми Майерес. Джереми Майерес, к вашим услугам, сэр. Что ж, мистер Майерес, позвольте мне приветствовать вас от имени ордена Золотой Зарии. Меня зовут Альберт Стоунфорд. Я глава нашей организации. Гарри сказал, что вы сможете дать ответы на мои вопросы. Мы, безусловно, можем это сделать, мистер Майерес, но прежде чем мы займемся вашими вопросами, мне хотелось прояснить некоторые аспекты нашей с вами взаимодействия. Видите ли, герметический орден Золотой Зарии является закрытой тайной организацией. Если бы не ваша прискорбная ситуация, вы бы никогда не узнали о нас. Мы предпочитаем, чтобы статус нашего ордена оставался незыблемым. В силу этого я вынужден настойчиво бы предложить вам вступить в орден Золотой Зарии в качество адепта-теоретика. Прошу прощения, мистер Стоунфорд, но я не совсем понимаю, Джереми. Знание, которое ты ищешь, является одним из секретов ордена. Вступление в Золотую Зарю – фактически единственный способ получить ответы, которых ты жаждешь. Мистер Фишер, я не думаю, что Альберту требуется ваша помощь на этой стадии переговоров. Спасибо, Карлос. Так что скажите, мистер Майерс, каково будет ваше решение? Да, в принципе, он настоятельно рекомендует мне вступить, так что решение будет точно одно. Черт, а с два я соглашусь. Вчера я уже доверился профессионалу в халате. Я не совсем уверен, что я получу, будучи членом ордена Золотой Зарии. Я согласен, это единственный способ узнать, что со мной происходит. Да, в принципе, пока что ничего и не происходит. Ну, разочек тебе приснился сон. Ну, блин, словил ты галлюцинации. Какая-то скомка на развитии происходит, не знаю. Наверное, я не совсем уверен. Кроме ответов на ваши вопросы вы хотите сказать. Без лишней скромности могу отметить, Герметический Орден Золотой Зарии является крупнейшим оккультным обществом на территории Великобритании. Также хочу заметить, сам факт вашего присутствия здесь является следствием вашего увлечения оккультизмом. Уверен, нам есть, что вам предложить. Итак, что скажете, мистер Майерс? Вы присоединитесь к нам? Ни за что, я доверяла. Так, одно и то же. Ну, если я откажусь, они все равно будут настаивать и в итоге все равно приду к этому выводу. Хорошо, я согласен. Прошу примить меня в Орден. Вы получили новое достижение Безумства Храбрых. Великолепно. Мистер Майерс, позвольте от имени Ордена Золотой Зарии поприветствовать вас как полноправного члена нашего Ордена. Надеюсь, вы меня тут не расчлените где-нибудь на Пентаграмме. Мистер Фишер, пожалуйста, сопроводите нашего нового коллегу в комнату для гостей. Завтра нам всем предстоит ему новшество дел. Будет исполнено, сэр. Фу, прошло лучше, чем я ожидал. Ну, если честно, вот в Гаре у меня не чувствуется нотка офицера, вот прошедшего там... С кем-то Манглия воевала в 1888 году. Кажется, где-то в Африке или где-то... Да, где-то в этим районам, если вспоминать по книгам про Шерлока Холмса. И вот в Атсоне чувствовалась вот эта нотка офицера, он такой был. А здесь он, ну, я не знаю, он какой-то разгильдяй, что ли. Не знаю. Ну, не чувствую я в нем такого, как в Атсоне. Лучше? Интересно, что же ты ожидал увидеть при худшем раскладе? Худший вариант? Прямо посреди заседания ты с дьявольским хохотом открываешь врата в преисподнюю. Мы все медленно поджариваемся в адском пламени под огромную музыку. Органную музыку. Ага, вот оно как. Да, тогда все действительно прошло не так уж и плохо. Не беспокойся так, Джереми. Возможно, эти снова в раскрашенных халатах и кажутся напычными индюками. Но дело свое не знает. Даже та леди. Дженнифер. Если опустить мое личное мнение, мисс Стоунлофт. Да, и она тоже, в особенности она. Мисс Стоунфо. То есть, дочь Альберта. Да, принцесса нашего маленького уютного ордена, так сказать. Я бы с удовольствием провел с тобой еще пару часиков менее сплетнями. Но тебе лучше отдохнуть. Завтра нас ждет множество дел. Пойдем, я покажу тебе гостевую комнату. Располагайся, завтра нам предстоит много дел. Мне обязательно ночевать здесь. Я мог бы вернуться в свой особняк. Так, безопасней, Джереми. Пока мы не разберемся, что конкретно с тобой произошло, тебе лучше быть ближе к ордену. Доброй ночи, Джереми. Кажется, я теперь вроде бы как оккультист. Как они назвали меня? Адепт-теоретик? Не уверена, что мне нравится, как это звучит. Интересно, чем я буду заниматься в ордене? Надеюсь, меня не заставить мыть пробельки и готовить инструменты для ритуала. Надеюсь, что тебя не расчленят, блин, на первой пентаграмме. Как хорошо, что отец в Индии. Он был в бешенстве, если бы узнал, чем я занимаюсь его отсутствием. А, точно, где-то в Индии. Нет, или да. Ну, короче, где-то на этой территории. Куда-то туда война шла. Ой, пожалуй, я попытаюсь уснуть. Сегодня у меня был на редкость тяжелый день. Лежа на непривычной мне постели, я осмысливал все то, что произошло со мной за прошедший день. То, что должно было быть детской забавой, превратилось в уши и щураган событий, кардинально изменившие мою жизнь. Ордень золотой зари, оккультизм. Мой друг замешан во всем этом. Пройдя в поисках ответа, я лишь больше погряз бесконечных вопросов. Пугающие мысли и предположения роились в моей голове, словно туча нашных мошек. Вновь и вновь прокручивалась в голове события прошедшего дня. Я постепенно погрузился в бесконечный сон. Беспокойный. Бесконечный. Рановато еще бесконечный сон погружаться. День, третий, вторник. Голоса вернулись. Десятки голосов, морских и женских, детских и взрослых, говорили со мной сквозь сон. Они что-то кричали, шептали, пели. Некоторые угрожали мне, некоторые были напуганы, некоторые, напротив, звучали восторженно. Я пыталась им ответить, спросить, кто они, что им нужно от меня, но не мог, как будто некой силы не давал мне открывать рот. Я пыталась сопротивляться, кричать, но тщетно. Неизвестная сила продолжала сдавливать мою горло так, что становилось трудно дышать. С последней отчаянной попыткой сопротивляться я проснулся. О, это куда это? Я говорю, оккультист меня сейчас затащит на первую пентаграмму. Где это я? Как я здесь оказался? Какое странное место, похоже, я еще сплю. Мы здесь. Ты, я помню тебя, ты тот демон, который мы призвали. Ты действительно существуешь? Или мне это просто снится? Или я просто схожу с ума? Ищи книгу. Книгу? Какую книгу? Тут сотни книг. Ищи знак демона. Знак демона? Какой еще знак демона? О чем ты во имя всех святых говоришь? О, блин. Найди книгу. Мое горло. Хорошо, я понял. Я найду. Найди здесь. О, еще бы чуть-чуть. И искать книгу было бы некому. Он говорил о какой-то книге со знаком демона. Кто знает, может быть, книга это лишь уточнение метафоры. Уточненная метафора. Когда на самом деле имелся в виду, например, сельдерей. Не то, чтобы я уверен в схожести мышления женщин и демонов. Хотя, думаю, честен. Я бы не была особо удивлена, если бы эта теория подтвердилась. Уже что я несу? Я всегда начинаю плист и всякое колесец, когда нервничаю. Мне надо собраться. Итак, где-то здесь должна быть книга. Там на книжной полке стоят несколько книг с оккультными знаками на корешках. Может быть, это и есть нужный знак этого демона? Посмотрим. О, руна врат. Такую же мальку мы используем во время призыва. Я могу утверждать с полной уверенностью, но она наиболее соответствует термину знака демона. Тем более, что других здесь все равно нет. Попробую изучить книги со знаками. Может быть, среди них найдется та, которую демон хочет найти. Блин, ну как-то все оскомкано. Как-то все куда-то спешит. Очень тяжело пока сообразить все в одну кучу. Как-то это, ну не знаю, сыр выглядит, что ли. Так. Прикладная демонология. Том седьмой. Мне же страшно представить, сколько всего томов в этом творении. Едва могу разобраться, что здесь написано. Попробую прочитать. Призванного Маору обязательно следует закрепить в материальном мире, иначе демонический дух будет вынужден вернуться обратно. Наиболее простым и эффективным инструментом фиксации является филактерия зачарованной особенным образом предмет, работающий словно якорь для нематериального сущности духа Маору. Альтернативный способ создания одержимого. Во время этого ритуала демон призывается непосредственно в человеческое тело. Нужно помнить, что этот ритуал способен, особенно сложен, и для этого проведения необходим сосуд. Теловеческое существо, особенно склонное к одержимости. Если же демонолог создаст одержимого из обычного человека, такой одержимый быстро впадет в безумие, совершит много зла, после чего зачахнет и умрет. Мне совсем не нравится то, что я только что прочитал. Может быть тут есть что-то еще? Так, расширенный, так, расширенный перечень рун. Руны, знания, сила. О, моя голова, как будто лондонские консерваторы решили провести репетицию прямо в моем черепе. Я чувствую, я помню, еще я хочу, еще. Че? Че? Че еще только что было? Не поняла. А, это демон говорил, ну ладно. Да, да, я понял, пожалуйста, прекрати эту боль. Не знаю, зачем он устраивает мне сеансы головной боли, но я бы был непредаваемо рад, если бы это прекратилось. Может быть здесь остались еще книги со знаком. Так, вы получили новую книгу «Прикладная демонология», том 7. А где это все хранится? Чашка? Че за... А, тут автоматическое сохранение. По главам? Стоп, это что? Это главы? А, то есть тут всего... Сколько? 8 глав, и я сейчас на четвертой. Ну, давайте добьем, наверное, эту главу и на этом закончим. Так, ладно. Это что такое? Это достижение. Ого. Это че такое? Библиотека. Так, вот здесь все и хранится. Кажется, это и есть инвентарь. Так. О, какая тяжелая. Наверное, эта книга выглядит старше, чем Великобритания, как таковая. Сивола похожа на латыницу. Латиницу. Но это не английский и не французский. Бильки с названием нет. Похоже, я даже не смогу узнать название этой книги. Изучу другие книги. Может быть, у них будет что-то полезное? О, я не буду читать. Я знаю латынь, но я не стану это читать. Ну, ладно. Маливаюсь, мельфицерун. Пускай будет. Хоть начал прочту. Хотя я не знаю, что это значит. Знакомое название. Что написано на бирке? Молот ведьм? Точно. Я говорю, что знакомое. Молот ведьм? Ну, конечно. Было бы странно, если бы этот трактат не был среди книг по демонологии. Но вообще-то это очень странно, если честно. Книга «Молот ведьм» была просто прикладной книгой инквизиции, по которой они пытали невинных женщин. Причем здесь акультика. Что-то мне подсказывает, что все это вовсе не сон. Если бы только одна из этих книг смогла указать, где я. Молот ведьм. Известная книга, несколько экземпляторов есть даже в библиотеке моего университета. Но университетские издания значительно короче. Странно. Безусловно, стоит пролистать. Но вряд ли я найду здесь что-нибудь полезное для демона. Глава пятая. Средства врачевания тех, которые стали одержимыми вследствие околдования. Так, демоны вследствие околдования могут субстанционально обитать в человеке. Это происходит не из-за собственных преступлений одержимых, но вследствие их больших заслуг, или вследствие легких, и тяжелых чужих проступков, или вследствие чужих позорных поступков. В моем случае, видимо, источником чужого тяжелого поступка стал маленько. Тут наверняка где-то написано, как лечить одержимых. Паломничество, причащение или снятие отлучения от церкви. Стоило догадаться, в конце концов, молот верен, писал инквизитор. Лучше вернуться к оставшимся книгам. Так, а вот это тыкается? Не, не тыкается. Так, четвертый. Прикладная демонология, том 4. Кажется, Манком использовал похожую книгу во время ритуала. Какой архаичный английский. Я с трудом могу понять значение этих предложений. Посмотрим, что мне удастся разобрать. Так, призыв Маора осуществляется путем формирования круга призыва. Если я все прочитал правильно, что такое Маору? Тут еще что-то есть. Базовые руны. Ай, ах, моя голова. Да, да, оно здесь, оно рядом. Это то, что тебе нужно, руны? Я не знаю, что ты делаешь, но, моля, прекрати это. Моя голова сейчас треснет. Я помню. Я знаю. Найди остальное. Должен вспомнить. Не похоже, чтобы у меня был выбор. Хорошо, я попробую осмотреть другие книги. Да какие другие одна осталась? Социальная структура демонологического общества? Неужели кто-то на самом деле изучает общество демонов? Впрочем, буду честным сам собой. Я даже не знала, что у демонов есть социум как таковой. Посмотрим. Эта книга отличается от остальных. Выглядит совсем новой. Судя по всему, у Ордена, ко всему прочему, есть собственная типография. Отношения между демонов отнюдь не отличаются излишней глубиной. Говоря прямо, социум демонологического мира держится на прямой вертикальной власти. Величайшей ценностью мира демона является некая субстанция, добыча которой является основной целью пребывания демонов в нашем мире. В силу своих скромных заслуг я позволил себе обозначить ее терминой эссенция. Эссенция. Я помню. Эссенция важна. Продолжай искать. Еще не закончили. Хорошо, посмотрим, что находится в следующих книгах. Похоже, это все. Я не вижу других книг со знаком демона. Вот оно как. Жаль. Уверен, мы могли бы найти больше, если бы точно знали, где искать. Согласен. Тем не менее, я не вижу причин сокрушаться по этому поводу. Мы имеем то, что имеем. Подожди, он уже как-то легче говорить начал. Ты говоришь? Безусловно. Я это делаю. Ты не делала этого раньше. Это ложь. Мы разговаривали до этого, во время ритуала. Я помог тебе исправить руны призыва. Ты забыл. Нет, 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 нет. Уважаемые, уважаемые. В общем, нет. Я признаю. Ты говорил, но говорил совершенно не так. Ты подразумяешь манеру моей речи? Ранее было ограничено в речевых возможностях. Сейчас же я чувствую себя лучше. Лучше? Из-за книг? Да. Я вспомнил. Руны, знаки, ритуалы, слова, эссенция. Но я должен вспомнить больше. Ну, конечно. Наивно было полагать, что это закончится так просто. И что теперь? Так и будем сидеть здесь? Где бы мы не были, вплоть до страшного суда? Нет необходимости. Мы вынесли отсюда основную информацию. Остальное не столь критично. Теперь мы можем уходить. Что-то произошло? Я чувствую, что ты изменился. Мы здесь не одни. Не может быть. Я бы заметила, если бы здесь был еще один человек. Не человек. Маору. Подобный мне. Маору? Где-то здесь еще один демон? О, блин. Человек. Демон. Нарушители. Да-да-да-да-да-да. Здравствуйте. Понимаете, все это лишь недоразумение. Мы заблудились и мы уже уходим. Он тебя не слушает. Сейчас он будет атаковать. Приготовься. В каком смысле приготовься? Как он вообще будет атаковать? Он же нематериален. Воры. Враги. Умрите. Опа. Ай, больно. Проклятие. Это что? Электричество? Не знал, что демон способен на такое. Джереми, соберись. Стрэш собирается нас убить. Мы должны убить его первые. Я не хочу его убивать. Я никого никогда не убивал. Тогда мы оба умрем. Я не согласен с таким раскладом. Ты тоже с ним не согласен. Но твоя эмоциональность не позволит тебе до конца это осознать. Я, 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 не. Слушай меня внимательно. Это демон, жаждущий. Жаждущий. Он очень слаб. Нам достаточно повредить его в филактерии, чтобы его выбросил из этого мира. Филактерия? Да я помню, что это такое было в книге. Но как она выглядит? Я не знаю. Тебе нужно найти ее до того, как твое тело умрет. Полагаю, это один из предметов на витрине. Что? Погоди, я не понял. Как выглядит филактерия? Что мне делать? Так, успокойся, Джерми. Дыши, ты справишься. Филактерия. Звучит очень по-артефактному. Уверен, она где-то в этой витрине. Заперта. Разбей витрину. Это единственный способ. Хорошо, воспользуйся это подсвечником. Так. Морда у него, конечно, вот похожа на эту. Эта штука похожа на лицо стража. Это она. Скорее возьми ее руки. Мы получили новое достижение. Глаз-алмаз. А, ладно. Сейчас. Осталось только перехватить его поудобнее. Не трогай это. Так, держу. Что теперь? О, что? Что происходит? Держи ее ровно. Расслабь руки. Позволь мне направлять твое движение. Мне понадобится несколько секунд. У нас какой-то демон-аристократ появляется. Повторите магические знаки с забегущими огоньками. Чего? А, сюда. Сюда. И вот сюда. Окей. А, маска жжется. Что ты делаешь? Больно. Прекрати. Терпи, Джереми. Это необходимо. Не делай этого. Не, не надо. Не хочу. Я, я хочу. Жи, жи, жи. Что произошло? Превозошло? Мы живы? Мы получили новое достижение, экзорцист. А, мы победили. Страшпал. Правда? Тогда ура нам. Нам надо уходить. Мы наделали много шурма. Ура уверен, мы привели к невниманию местных обитателей. Если ты так говоришь... Не двигайся, подонок. Ну все, когтистый. Ты засранец. Считай, что все свое-то отран... Джереми? Гарри, все в порядке? Архив не пострадал? Мистер Майерс? Что вы здесь делаете? Я... Мне не спалось. И хотелось подышать свежим воздухом. Да. Подышать свежим воздухом в библиотеке. Самое лучшее поравнание. Мне бы и самому было интересно это узнать, мисс Стоунфорд. О, миссис Стоунфорд. Я обнаружила удивительный факт о призвании... О признанном мной демоне. Так, ну... Это точно нет. Это какая-то тупость. Типа сделать из себя дурачка и сказать, что я лунатик? Либо... Ну, давайте прям напрямую говорить. Правда? Какие же? Демон может... Джереми, ты в порядке? Ты как-то побледнел. Я... Хотел сказать, что могу частично контролировать силы демона. Серьезно? Удивительно. А это силы демона продолжили тебе прогулку. А это силы демона предложили тебе прогулку в подвал в пижаме, Джереми. А? Это правда. Ох, какой стыд. Судо по всему, я действительно пришел сюда во сне. Простите мой внешний вид, мисс Стоунлофт. Беспокойся о вашем костюме, мистер Майерс. На демонент меня в значительной большей степени беспокоит то, что вы держите в руках. А меня вот больше интересует, как ты умудрился собраться сюда, устроить здесь бедла и не умереть при этом? Архив хорошо охраняется. Охранялся, Гарри. Посмотри на это. Филактерия уничтожена. От магических кругов осталось лишь пепел. Вы это имели в виду подконтрольным силой демона, мистер Майерс? Что сказать? Мне очень хотелось жить, мисс Стоунлофт. Хм, поразительно. Это не отменяет того факта, что теперь мне заодно придется создать защитную систему архива. Но все равно поразительно. А ты отлично справился со своим первым демоном, Джереми. С боевым крещением тебя. Напомни, чтобы я угостил тебя хорошим бренди, когда появится шанс. Гарри, проводи мистера Майерса в гостевую комнату. Мне нужно осмотреть архив. Итак, весь следующий день я вспоминал события прошлой ночи. То, с чем я столкнулся. Маору, демон, существо из другого мира, изгнанное мною. Изначально с помощью другого демона. Я не мог представить себе ситуацию более дикой, более неправильной и опасной. И меня тянуло шагнуть навстречу этой опасности. Выяснить как можно больше о том, что случилось. И в то же время хотелось никогда больше не выходить из дома. Наконец, к вечеру я решил отправиться в клуб. Но вдруг мой гость вновь заговорил со мной. Сейчас сохранение пройдет. Так, ну давайте не будем это читать. Прочтем в следующий раз. Вы знаете, что делать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте, что вы самые волшебные. Фир-фир. Фир-фир. Продолжение следует...